Привет всем! Сегодняшнее видео у нас будет про смартфон Micromax Bolt D333. Сейчас мы пройдемся по его внешнему виду. Значит, на передней панели нас встречает сенсорный емкостный мультитач-кран диагональю 4,5 дюйма и разрешением 480х854 точки. Вверху у нас имеется динамик, фронтальная камера на 0,3 мегапикселя и датчик приближения, которого не видно. На нижней панели у нас имеются три сенсорные кнопки, кнопка назад, кнопка домой и кнопка меню. На левой панели у нас ничего нету, на правой панели у нас имеется кнопка включения смартфона и качелька переключения громкости. На верхней панели у нас имеется разъем для подключения наушников 3,5 мм и microUSB для зарядки вашего смартфона. На нижней панели у нас ничего нету, кроме микрофона и такой зазорчика для открытия крышки смартфона. На задней панели у нас имеется логотип Micromax, потом имеется фото вспышка и фонарик по совместительству. И немного выпирающий сенсор основной камеры на 5 мегапикселей. Корпус его пластиковый, весит он 110 грамм. Значит, его габариты это 135,5 мм длина, 67 мм ширина и толщина его 10 мм. Итак, сейчас мы заглянем под крышку этого смартфона и посмотрим, что находится под ней. Мы аккуратненько открываем крышку. Вот, что мы видим. Первое, это леонная батарея на 1600 мАч. Два слота для сим-карт, один стандартный, который вставляется не вот так, а вот так вот, и microSIM. И еще можно вставить microSD-карточку до 32 гигабайт. Сейчас мы пройдемся по его железу. Значит, в этом смартфоне установлен двухъядерный процессор на 1000 гигагерц MTK MT6572 Cortex-A7. Видеочип у него Mali 400 MP. ОЗУ 512 мегабайт, что очень мало. И 4 гигабайта встроенной памяти, флэш. Сейчас мы быстренько пройдемся по интерфейсу самого смартфона и уже будем заканчивать. Значит, мы включаем смартфон. Он уже включен. Он включается, ну, где-то полминуты, грубо говоря. Вот, нас встречает Android 5.0. Сейчас мы... Вот, давайте посмотрим шторка. У нас имеется яркость. Вот, это максимальная его яркость. А также Wi-Fi, Bluetooth 3.0. Потом есть трафик данных. Вот, потом интернет, режим полета, вертикальное положение, фонарик, GPS имеется и режимы звука. Вот. Вот, сейчас мы зайдем в настройки смартфона. Вот. Нажмем об устройстве и видим у нас тут Micromax модель D333 и Android 5.1. Я немножко был ошибся. Что сказать по его менюшке? Ну, менюшка тут вполне быстро бегает. Он вполне вроде не тормозит. Имеет то, что в нем только 512 мегабайт оперативки. Это уже давно устарело. Вот. Но он для такой маленького объема оперативной памяти довольно-таки шустрый. Давайте сейчас пройдемся по настройкам. Ну, что у нас имеется здесь Wi-Fi, Bluetooth 3.0, управление сим-картами, трафик данных. Что сказать по интернету, то у нас поддерживается 3G и 2G, 4G не поддерживается. Что касается по связи, у нас получается UMTS 900-2100. Поддерживается GSM 900, 1800 и 1900. Вот. Также имеется GPS, ну и, понятное дело, Wi-Fi. Вот. Что еще можно сказать? Как я и говорил, здесь встроено 4 ГБ памяти. Расширение идет до 32 ГБ. Батарея 1600. Имеется GPS. Вот. Можно также сбросить и восстановить настройки. Вот. Что еще можно сказать? Что он поддерживает видео в формате 3GP, AVI и MP4. А может также записывать видео в разрешении 1280 на 720p. Имеется, где-то, где-то у нас тут находится FM-радио. Вот у нас FM-радио. Вот у нас FM-радио. Вот. Я показываю. Но оно на камере не очень сильно видно. Вот. Потом поддерживается музыка, воспроизведение музыки в формате MP3, AMP, AEC, MIDI и WAV. Вот. Что касается интерфейса. Ну, интерфейс у нас стандартный. Много сервисов Google. Также имеется Google Chrome и стандартные приложения, такие как галерея FM-радио, камера, контакты, музыка, ну и тому подобное приложение. Вот такой маленький, может немножко непонятный обзор этого смартфона. Моё личное впечатление об этом смартфоне нет. То, что он недорогой. Вот. Он идёт бюджетный. Но вполне со своими функциями он справляется. То есть, он заменяет вам и MP3-плеер, и GPS, и FM-приёмник, и сам же телефон, фотоаппарат. Вот. Ну, конечно, не профессиональный, но всё-таки заменяет. Вот. Можно в нём по нему общаться в соцсетях, понятное дело. Есть интернет, есть Wi-Fi, есть 3G-интернет, есть 2G-интернет. Но лучше 3G-интернет, а лучше ещё Wi-Fi. То есть, он, вы можете по нему сёрфить по интернету, вот, запрасить фотографии, музыку, там, видео, вот, в соцсети. Отлично подходит, как электронная книга. Он получается лёгкий и небольшой, вот. Также можно насчёт электронной книги установить любое приложение, которое эмулирует электронную книгу и закачивает, и имитирует электронную книгу. И закачивать электронные книги, и прочитывать их через это приложение. Вот. Вот такой обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на мой канал, вступаем в мою группу ВКонтакте, смотрим остальные видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok